Привет, друзья! Я сейчас буду делать видеоинструкцию для людей, которые будут постить объявления на StartupRDNV. Пожалуйста, очень внимательно послушайте эту инструкцию, потому что каждый день мне вы пишите, что делать с объявлениями, куда писать, куда постить. Вот сейчас вы увидите эту инструкцию, и у вас все вопросы отпадут. Я буду подсматривать шваргалку, чтобы ничего не забыть. Итак, я изначально говорил о том, что объявления надо брать с разных источников. Скреплиста, с русской рекламы. И сейчас мы немножко меняем правила, объясню почему. Помните, я рассказывал, что некоторые из вас поторопились и уже запостили объявления. И люди начали звонить, можно ли снять эту квартиру, можно ли снять квартиру фотографии, которые я видел. Поэтому, наверное, я сделал ошибку, что вот это предложил брать объявления с других источников. Сейчас мы берем объявления только с сайта RDNY. Чтобы получить доступ к сайту, вам нужно просто там зарегистрироваться, не нужно платить никакие 100 долларов. 100 долларов люди платят, чтобы телефоны собственников квартир получить. Чтобы просто получить доступ к домам и к ориентировочным адресам для того, чтобы вам сделать объявление. Вам достаточно ввести имейл, пройдите процедуру регистрации, она очень простая. Сейчас я даже к этому не хочу возвращаться. Итак, объявление берем с сайта RDNY и больше ниоткуда. Потому что, чтобы не было вопросов, как вчера мне мужчина позвонил и говорит, вот вы опубликовали объявление с вашим телефоном. Ну там телефон был мой, как бы, точнее проекта RDNY, просто перетрясаться была на мой телефон. И я хочу именно эту квартиру, да, вот которую я увидел на фотографии. Вот для того, чтобы этого не было, значит, еще раз, я буду несколько раз повторять, разжевывать, чтобы потом не задавали вопросы. Берем с объявления с сайта RDNY, там 4300 объявлений. Старайтесь брать объявления, которые, квартиры, которые стоят до полутора тысяч долларов, потому что это самые ходовые. И их больше всего спрашивают русские, которые приезжают в Америку. Ну и какое-то количество квартир должно быть и дороже полутора тысяч долларов, потому что, ну, есть русские богатые. Это первый пункт. Итак, объявления берем с сайта RDNY. Второе. Кому не прислали, этот вопрос дает больше всего, кому не прислали объявления, образцы объявлений, либо на e-mail, либо в Skype, пожалуйста, не пишите это в мой Skype, а напишите в Skype RDNY. Skype RDNY будет под роликом, e-mail RDNY будет под роликом, там есть менеджер, который отвечает за рассылку этих объявлений. Еще раз повторю, Skype RDNY, я извиняюсь, Skype RDNY RDNY.ru, e-mail RDNY RDNY.ru, собачка gmail.com. Вот, поэтому мне писать только в экстренных случаях, если вы туда написали, и вам вдруг там не ответили, вдруг ваше письмо пришло в спам туда, ну, по каким-то причинам. Ну, тогда уже вот один день вы подождали, два дня подождали, вам никто не ответил. Тогда уже напишите в мой Skype, можешь ее эсей, тогда я уже разберусь, куда ваше письмо или куда ваша заявка потерялась. Вам отправят образцы объявлений на русском языке, то есть вы берете объявления сайта RDNY, потом их переводите на русский язык. Желательно, чтобы перевели их, конечно, читабельно, а не просто с Google Translate загнали, то есть по парактике, потому что Google Translate может криво перевести. И потом уже их будете постить. Но постим объявления только, это мы переходим же к третьему пункту, правильно, да, только с 1 февраля, когда я дам еще отдельную отмашку, может быть с 1, может быть с 5 февраля, вот как только заработает сайт. И я дам отдельную отмашку в виде ролика, скажу, все, ребят, начинаем постить объявления. Я думаю, мы еще одну конференцию проведем, уже попробуем все вместе как бы запостить объявления, попробуем, посмотрим, как самый RDNY сайт работает. Ну, вот техническую такую конференцию проведем с экрана, будете все смотреть, я буду это все снимать. Вот, пока сейчас готовьте просто список объявлений, то есть вы собираете, вам не нужно 50 объявлений, вот вам отправят сейчас образец 50 объявлений, подумайте, вот на 50 объявлений сделайте, буду одни и те же постить. Нет, на сайте RDNY 4300 объявлений, хотя бы 200-300 объявлений себе для работы и подготовки, потому что вам надо постоянно, каждый день на ресурсах постить объявления. Дальше, четвертый пункт, по ресурсам. Опять некоторые люди, которые недавно увидели ролики, говорят, вот я хочу работать в стартапах, я еще эти ресурсы не готовил, где их брать? Итак, ребят, где готовить ресурсы, смотрите предыдущие ролики про стартап, там подробно, подробно я рассказывал, где брать ресурсы, что за ресурсы. Сейчас вот вкратце только расскажу, значит ресурсы об Америке, ресурсы об недвижимости в Америке, ресурсы о недвижимости в Нью-Йорке, ресурсы группы какие-то об Америке, ресурсы форумы об Америке. Это все подойдет, но все это должно быть на русском языке, только на русском языке. Группы ВКонтакте об Америке, в котором зарегистрировано 500 человек, меня не интересуют. То есть, должно быть чем больше на ресурсе пользователей, тем интереснее, тем лучше как бы будут работать объявления. Так, дальше, про промокод много вопросов. Промокод вам надо будет указывать в вашем объявлении. То есть, у каждого будет из вас промокод, и человек, который через этот промокод зайдет на сайт RDNY, вы получите с каждого человека 20 долларов. Поэтому, если вы не будете постить в объявлениях ваш промокод, а промокод я каждому раздам на последней конференции, у каждого будет индивидуальный промокод. Как только вы увольняетесь, мы этот промокод блокируем. Все, им пользоваться будет нельзя. Вы обязательно к объявлению, кроме телефона и сайта RDNY, надо будет добавлять промокод. Ну, кто не будет добавлять, те, не будут получать 20 долларов. Так, и это основное все, что я рассказал. Значит, в Skype мне не звоните, звоним в Skype только RDNY. Мне звоните только в самых-самых критических случаях. Если кто-то хочет подключиться к стартапу прямо сейчас, пожалуйста, посмотрите предыдущие ролики. Все понятно, мы все рассказывали. Как сделать, как запостить объявление. То есть, все это есть. Ну, в принципе, все. Ждите новую конференцию, она будет в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok